Я, Рудейн Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь верно служить народу, добросовестно пополнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Тверской области. Игорь Михайлович Рудейн Игорь Михайлович Рудейн вступил в должность губернатора Тверской области. Ну, во-первых, в соответствии с уставом, со 111 статьей устава Тверской области, губернатор торжественно вступает в должность, губернатор Тверской области приносит присягу на расширенном заседании законодательного собрания. Вот. Поэтому, естественно, что это важно, потому что, если бы это было не важно, то торжественная церемония и не планировалась бы уставом. А так, в уставе специально заложены вот эти вещи, которые подразумевают, ну, определенную значимость этого события, я думаю, для всех жителей Тверской области безусловно. Я считаю, что сегодня для области очень значимое событие, потому что мы принимаем обязательства нашего губернатора. Игорь Михайлович заслужил это избрание своими делами, потому что каждый человек оценивается не рассуждениями, не обещаниями, а делами. И мы видим, что за последние пять лет бюджет области вырос в полтора раза. Это очень серьезное событие. Оно позволит держать многие задачи, которые стоят перед облачем. Мы видим, что идет подъем экономики. Многие предприятия, которые лежали на боку, сейчас функционируют. Впереди нас ждут большие важные дела, пять лет усердной работы, большого труда, который будет направлен на улучшение жизни в нашей Тверской области. У меня такое очень праздничное, радостное настроение, потому что на самом деле я чувствую, что мы в начале какого-то нового, насыщенного, важного пути. И я рада, что так много жителей нашей области вместе с нами свои чаяния, свои усилия, свои мечты, соединяя вместе, готовы работать и мечтать вместе с нами на благо нашей области. Спасибо. Что касается планов, это прежде всего национальные цели, которые поставлены президентом. Самые емкие, самые полные планы. Второе – это удовлетворенность народа качеством и эффективностью власти всех уровней. Это наша основная цель, потому что оценку нам все равно дает наше население, наш народ. Ну и, конечно, реализовать то, что было задумано, то, что было начато в первый период. Это наши крупные инфраструктурные объекты, это социальная сфера, больницы, детские сады, газификация, дороги. Это развитие транспортной системы, это развитие спорта, культуры. Это все, что связано с нашей конкурентоспособностью, потому что развитие экономики основано только на инициативе людей, на их деловой активности, на их отношении к жизни. Поэтому уверен, что у нас все это есть, и мы достойно будем развиваться. И абсолютно уверен, что мы имеем для этого все, теперь только нужно приложить усилия, чтобы все реализовать.